как только я узнаю так у любишь заниматься лего все у нас есть курс по лего учим английский с помощью лего все он прикованный за ноутбуком сидит и не может оторваться потому что ему нравится лего еще раз привет меня зовут ирина я преподаю английский язык в школе all right обожаю этот вопрос все его задают в начале это понятно человек хочет узнать и в какие сроки он сможет достичь своей цели но здесь нет однозначного ответа все зависит от как минимум нескольких факторов какой сейчас у тебя уровень английского какого уровня ты хочешь достичь и сколько времени ты готов выделять английскому если прям брать так с нуля человек с нуля хочет говорит у меня ноль хочу узнать английский уточнить хочу знать это как advanced уровень прям такой серьезный либо же ты хочешь там intermediate для того чтобы уметь поддержать беседу и все разговорный такой разговорном варианте если брать с нуля и до такого разговорного варианта intermediate плюс минус как минимум год-два вообще существует таких 6 ступеней 6 уровней и согласно европейскому стандарту на каждый уровень как минимум нужно тратить от 6 до 9 месяцев думать когда какие-то всплывают у вас рекламы выучи английский за неделю за 24 часа никогда вы так быстро не сможете выучить английский да и в принципе выучить никогда не сможете полностью это непрерывный постоянный процесс английский постоянно меняется это обычный нормальный процесс каждого языка что-то устаревает что-то новое приходит и постоянно нужно за этим следить новые сланговые выражения новые слова даже связи с карантином у нас новое появились новые слова в лексиконе поэтому много узнаем и вспоминаем используем мне кажется в свете последних событий онлайн конечно же лучше сейчас очень много образования переходит на онлайн и этому есть очень большие плюсы во-первых онлайн можно с любой точки заниматься а во-вторых в любое время мы не думаем нам нужно потратить время на дорогу деньги на дорогу это огромная экономия времени прежде всего и даже не знаю кого-то там каникулы отпуск или еще что-то без проблем открыл ноутбук позанимался 55 минут 25 минут и все то есть не нужно делать какие-то перерывы то сколько сейчас есть информации и ресурсов для обучения онлайн это не просто мы онлайн чтобы понимали берем книгу и вот по книге мы просто онлайн занимаемся нет вот например школе у нас есть платформа помощью которой мы можем не только чувствовать что мы друг друга видим и слышим но также доска которая борьб мы используем на которой я что-то пишу это же ученик видит сразу же либо же смотрим видео на ютюбе одновременно мы смотрим это опять же столько есть игр разных именно викторин всего такого что делает процесс обучения очень прям занимательным нельзя оторваться я прям по-хорошему завидую детям которые сейчас учат английский когда я была маленькой кроме учебника и не знаю максимум какая-то красивая картинка у преподавателя такого не было то есть все это был мой максимум словарь вот такой а сейчас столько возможностей просто информации море можно утонуть в этой информации вообще я не люблю говорить что дети вредные страсть так не сменил не называть есть просто дети не за мотивированные не заинтересованы и вот тогда они будут вредными действительно если знать что будет этому ребенку интересно сразу же нащупать его точки интереса все вредность просто испаряется как только этому знаю так у любишь заниматься лего все уносить курс по лего учим английский с помощью легко все он прикованный за ноутбуком сидит и не может оторваться потому что ему нравится лего все поэтому главное заинтересовать ребенка понять даже я бывает спрашиваю родители на первом занять занятие что нравится они тоже даже пишут и говорят там любит заниматься там блогингом либо футболом лего и так далее все я подстраиваю уже занятия я что-то нахожу вот девочка например у меня одна и ей 14 лет ей очень нравится корейский она немножко учит корейский для меня это было какое-то что-то новое я никогда корейским не занималась вообще не сильно в этой теме но ради нее я немножко погуглила эту тему мы нашли очень крутое видео про корейский как это если у тебя друг из кореи вот и я видела как у нее глаза горят все тоже не будет выхода какая вредность вообще только если смотреть пассивно в таком положении couch potato любимое выражение английском нельзя никак пассивно слушать просто ничего из этого не получится можно с определенного уровня благодаря это сериалы и фильмы это отличная возможность прокачать слух прокачать как все это в реальной жизни звучит все эти фразы которые мы учим на занятии но с определенного уровня например если только базовый базовый если вы включите сериал friends они там просто бешено разговаривают то просто будете сидеть и ничего не понимать и никакой пользы совсем не будет никакого сдвига спустя даже сотую серию вы не сильно это продвинетесь в английском но если начинать например базовый уровень начинаем с мультиков каких-то короткометражных видео где минимально английского какие-то только фразочки вот с этого начинаем мы себя в этом хорошо чувствуем комфортно переходим на что-то более потяжелее вот так доходим доходим до обычных шоу то обычных сериалов например тоже мы знаем один фильм очень классный нам очень очень нравится при один дома все любят один дома почему бы вот вы уже знаете на русском все что там будут говорить герои да почему не посмотреть это на английском вы уже будете знакомы с сюжетом будете понять что происходит о чем они говорят у вас не будет страху больше что же он сказал я наверно что-то сейчас пропущу уже будет работать мозг на то что вот теперь сейчас он говорят на английском все это фраза оказывается на английском в ригнале звучит по-другому это интересно вообще даже сравнивать обожаю пересматривать некоторые фильмы которые привыкла на русском смотреть потом на английском такое овощи они тут перевели совсем по-другому тут он имел совсем другое ввиду но решили видимо для красоты кадра перевести в рифму что ли еще что-то и опять же нужно правильно смотреть фильмы и сериалы если просто смотреть опять же в этом положении кауч патейта ничего хорошего не будет смотреть нужно с тетрадкой в руках или как минимум с телефоном с заметками опять же субтитрами желательно английскими не русскими пожалуйста без русских субтитров и записывать новые слова выражение особенно конечно сленг там будет идиомы разные прекрасно вы очень хорошо запомните вот если еще пересмотреть какой-то эпизод перемотать когда мы что-то не поняли то отлично и тогда обязательно опять же повторять а то если просто посмотрите так ну я посмотрел на английском целый час смотрел и что-то запомнил то ничего смысл вы просто будете тезра тратить свое время зависит от ваших потребностей вы хотите заниматься 25 минут на школе есть занятие двух форматов 25 и 55 минут тоже как часто вы будете заниматься два раза в неделю один раз месяц или еще как-то у нас в школе вообще так очень здорово первое занятие конечно же бесплатное и на этом занятии вы сразу же знакомитесь со своим преподавателем который вы выбрали или которую для вас подобрали и вы понимаете знакомитесь с платформой как все работает нравится не нравится как родители смотрят как реагирует дочь или сын на преподавателя все вопросы можно задать время первого занятия все что вас интересует и с тем выбирать для себя подходящий пакет подходящие условия подходящий график да тут опять же зависит от ваших потребностей и здесь под видео будут все расценки вы сможете подобрать себе пакет и посмотрите насколько вы потратитесь но опять же понимаете что английский язык это стоит этих трат это инвестиция в будущее и знание вообще это такая валюта бесценная по сути какой-то философ конфуций такой сижу спасибо что досмотрели до конца надеюсь вам понравились наши вопросы и если у вас все-таки возникли еще какие-то каверзные интересные вопросы для преподавателя пожалуйста оставайте их внизу в комментариях мне будет интересно их почитать и возможно в следующем выпуске я на них отвечу а а а а Субтитры создавал DimaTorzok